Меня зовут Павел, я выпускник программы Бакалавриата с весом, и не так давно открыл свой первый проект, это бар-суперпозиция, в котором, собственно, сейчас находимся. Концепция бар-суперпозиции — это, во-первых, работа с сезонными ингредиентами. Мы периодически ездим в лес или на рынок, покупаем что-то, что сейчас в сезоне, и делаем из этого спешла. На прошлой неделе это была ель, на этой неделе это коктейли с розой. В целом, во всех напитках мы стараемся использовать что-то свежее, поэтому мы готовим их на кухне, а за баром они оказываются уже в бутылках, и рабочей зоны за баром как таковой нет. И все время бартендеры посвящают больше общению с гостями, чем приготовлению напитков. У нас светлый минималистичный интерьер — это бар, чтобы начать свой вечер. Это еще и сочетается с подборкой безалкогольных дринков, с таким же серьезным подходом, как и кокогольным. И кухня скорее работает как поддержка — это советские салаты, бутерброды и десерты. Сложностей при открытии было много. Это начиная с того, что все это помещение было затоплено, от стен отваливались куски, потом была куча юридических сложностей, потому что я сменил две компании, от которых я работаю в процессе открытия. Были сложности и с маркетингом, потому что с рекламой затянули, и сейчас очень сложно наращивать обороты, особенно учитывая, что у бара и у команды нет имени. Были сложности с меню, потому что мы открывались уже после событий февраля, соответственно полностью перестраивали коктейльную карту. С весам дает среду, в которой очень комфортно развиваться, искать что-то необходимое лично тебе, потому что я вот в процессе обучения на бакалавриате попутно еще находил курсы, специфичные по бару, специфичные по коктейлям. Мог это обсудить и с преподавателями, и с одногруппниками, и это именно комьюнити, которая помогает настроиться на нужный лад и искать себя. Моя любимая часть рабочего дня, это когда я возвращаюсь из леса с новыми ингредиентами. Вот на прошлой неделе это были еловые побеги, и мы с командой думаем, что из них можно сделать, во что превратить. Тогда это получилась настойка на джине, кордио на джине, это все совместилось еще с ликерами в очень крутой коктейль, который, собственно, за неделю был весь выпит. И в итоге планировка и создание каких-то новых тринков это моя любимая часть дня. Продолжение следует...